Здравствуйте! Краткий рассказ об экологичности газобетона. Вообще, считаю, что тема экологичности минеральных строительных материалов не может быть раскрыта по причине отсутствия таковой. Она вообще... обсуждение экологичности газобетона не может являться предметом многословного разбора, поскольку нет предмета для обсуждения. Это минеральный материал, разговор об его экологических свойствах не может быть актуальным. Все минеральные материалы различаются по активности естественных радионуклидов. Есть те, которые наиболее благоприятны в этом отношении, это гипс, газобетон. Есть те, которые менее благоприятны, это керамические материалы и бетон на гранитном щебне. Но даже наименее благополучные из них все равно не представляют ни малейшей реальной опасности для людей, живущих в зданиях, построенных с применением минеральных материалов. Следующая тема. Горючесть. Минеральные материалы по определению не горят. Они не горючие. Огнестойкость конструкции из них высока. Огнестойкость конструкции из газобетона максимальная среди всех минеральных материалов. Поскольку он обладает низкой теплопроводностью, соответственно, фронт тепловой волны продвигается по газобетонной кладке медленно. Но даже наименее в этом отношении огнестойкие конструкции, например, на гипсовом вяжущем, все равно совершенно достаточны для строительства малоэтажного жилья. Там требуемая огнестойкость 15-30 минут. Огнестойкость противопожарных преград между блок-секциями ЕИ-150, максимально возможно истребуемых. В реальных конструкциях все это достигается самыми тонкими слоями любых минеральных стройматериалов. Третий пункт. Все минеральные стройматериалы обладают абсолютно нулевой эмиссией в окружающую среду продуктов распада синтетических полимеров. Просто потому, что синтетических полимеров в минеральных веществах не содержится. Излучать им в окружающую среду нечего. Ни в горячем виде, ни в холодном. Минералы – это вещества, закончившие в нашей кислородной атмосфере весь цикл естественных превращений. Для того, чтобы они дальше претерпевали какие-то химические превращения, их необходимо либо обрабатывать сильными реагентами, либо ионобменными, либо окислителями, либо восстановителями. Чего при реальной эксплуатации не происходит. Следующий пункт. Грибы. Биостойкость – это тоже не характеристика минеральных материалов. Никакие органические, никакие живые организмы не питаются в чистом виде неорганикой. Грибы – гетеротрофы. То есть им для питания нужны другие органические вещества. Они не занимаются фотосинтезом. Поэтому грибы могут поражать обои, картон в гипсокартоне, любую грунтовку, любую органическую краску. Но им совершенно нечем питаться в каменной кладке, которая произведена из минеральных строительных веществ. Нечем заняться грибам на минералах. И последний, наверное, пункт – это общий итог. То есть, итак, газобетон обладает ничтожной активностью естественных радионуклидов. Он не горючий огнестойк. Будучи минеральным материалом, не выделяет ни полезной органики и не является субстратом для питания грибов. Поэтому все разговоры об экологической чистоте строительных материалов появились в 1960-е годы с проникновением в наш быт массовым синтетических полимеров. Именно вокруг синтетических полимеров эти разговоры и должны вертеться. Мы можем сравнивать между собой экологичность пенополистирола и пенополиуретана. Но нам нет смысла сравнивать экологичность кирпича, экологичность гипсовой плиты, экологичность силикатного или керамического кирпича, экологичность газобетона и так далее. Это просто тавтология рассуждения об их экологичности. Минеральные материалы по определению не являются источником какой бы то ни было опасности для человека. На этом, думаю, тему экологичности мы можем смело закрывать. И под занавес моего к вам обращения рассказ о наших возможностях. Если вопросы все-таки по строительству так или иначе остаются, заходите к нам в гости за консультациями, за оптимизацией проектов и за наиболее экономичными домами с каменной основой. Всего хорошего. До свидания.